Донские законодатели могут обязать все вузы области к созданию студенческих спортивных клубов. Пока они есть далеко не во всех институтах и университетах. Депутаты Донского парламента и по совместительству олимпийские чемпионы Вартерет Самургашев и Андрей Сельнов выступили с инициативой сделать этот пункт обязательным. Студенческие спортивные клубы могут вывести молодежный спорт на новый более высокий уровень. Пока законодатели не знают, каким образом решить проблемы с материально-технической базой вузов. Нет ясности, кто будет курировать это направление и каков будет статус новых спортивных клубов. Пытаетесь найти нужную компанию по указанному на сайте адресу и не можете найти? Ситуация знакома практически каждому, в том числе и сотрудникам налоговой службы. Пленум Высшего арбитражного суда России посчитал, что юридические лица должны более добросовестно относиться к адресам, указанных в документах. Теперь, если компания захочет переехать в другой офис, но не уведомит об этом налоговые органы, она рискует попасть в список несуществующих. Исполнителям на местах дана четкая инструкция в недельный срок уведомить учредителей и лично директора организации выявления факта и достоверности информации. Те в течение месяца должны внести соответствующие коррективы. Если этого не будет сделано, компания узнает о своей ликвидации в арбитражном суде. Студенты среднеспециальных образовательных учреждений теперь могут бесплатно посещать государственные и муниципальные музеи Донского региона. Однако, не более одного раза в день. Такое решение приняли депутаты законодательного собрания Ростовской области. До этого времени культурной привилегией пользовались только студенты высших учебных заведений. Ну что ж, на этом у меня все. Следите за нашими выпусками и всегда будете вправе. С вами была Анна Клебова. До новых встреч! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова